Всем привет! Егор и Павел, Красная комната. Павел и Егор. Точнее, Егор и Павел. В смысле... В смысле, я Егор. А я Павел. Орел. 850 опять. Итак, речь сегодня пойдет о европейской истории 16 века, о мифологии и, конечно же, о Португалии. Почему я и позвал сегодня Павла, поскольку это наш дежурный специалист по Португалии. Павел, погнали! Сегодня мы поговорим о таком интересном португальском культурном феномене, как себастьянизм. Но для начала нам нужно будет сказать пару слов о мертвом и мертвых. 1568 год. Большая и имперская Португалия. На трон восходит 15-летний Себастьян I. Который запомнится для истории как самый нелепый и бесполезный исправитель Португалии. Которому, на самом деле, не взялось самого рождения. В отличие от его папаши, который, будучи восьмым ребенком в семье, все-таки смог дождаться смерти четырех своих братьев и взойти на трон. Да, что, правда, ему не помогло, потому что, когда ему стухнуло 15, он женился на своей кузине, а через пару лет взял и умер от туберкулеза. Ну, такое своеобразное везение. Но, конечно, в каком-то смысле ему повезло в том плане, что он не увидел всего последующего бардака, для которого весьма важной фигурой была та самая кузина. Хуана Австрийская. Дочь Карла V, императора Священной Римской империи, который владел на тот момент, ну, практически всем. Я бы, я бы, я бы назвал его Супер Габсбургом, потому что он был сыном Хуаны Безумной, той самой, которая была дочью Фердинанда и Изабеллы из ролика про Испанию, который вы, возможно, видели, и от нее он действительно унаследовал дофига и больше. Так вот, мать нашего сегодняшнего героя была дочерью Карла V, рекордсмена в истории европейской монархии по количеству носимых им титулов. Только королевских корон у него было свыше десятка, от Арагона и Кастильи до, даже номинально, Иерусалима. А еще он вошел в историю как последний император, который отпраздновал триумф, и как чувак, который добровольно сложил с себя всю эту власть. Вообще он всю жизнь, знаете, делил свои владения между сыном и братом. Так, Егор, мы же вроде как про Португалию, да? Да-да-да, прости, прости. Так вот, отец Себастьяна умер от туберкулеза до его рождения, так что корону тому пришлось унаследовать у деда. В тот же год, когда отец умер, мать Себастьяна собрала вещички и слиняла из Лиссабона в Испанию, и больше никогда вживую сына не видела. Это, кстати, очень важный момент для сегодняшней истории. И еще важно то, что она отдала, это, Хуана Австрийская, своего сына на попечение Екатерине Австрийской, тоже дочери Хуаны Безумной. И особенно плохо было, что Хуана Безумная эту Екатерину Австрийскую воспитывала, и поэтому та выросла, ну, не очень адекватной. А теперь представляем, мертвый отец, который даже не король, не особо адекватная кормилица, иезуиты, которые тебя воспитывают, мать, которая слиняла, черт его знает куда, и трон в 15 лет. Вот такой расклад. Так, вставка для тех, кто нихрена не понял. Изабелла и Фердинанд объединили Кастилию и Арагон и создали предпосылки для объединения этих королевств в одно испанское. У них была дочь, Хуана Безумная, и у нее был сын, Карл Пятый, Супер Габсбург, унаследовавший от нее ее мужа и других родственников до чертиков земель. А еще у нее была дочь, Екатерина Австрийская, которая вышла замуж за короля Португалии, дедушку Себастьяна. У Карла Пятого, Супер Габсбурга, тоже была дочь, которую он назвал Хуаной и выдал замуж за португальского инфанта, отца Себастьяна и сына того самого португальского короля. Так, династии португальских и испанских королей, как мы видим, были неоднократно переплетены. Папа Себастьяна умер от туберкулеза, и трон тот унаследовал от дедушки. И теперь стоит вспомнить, что у Супер Габсбурга был еще сын Филиппа, о котором мы раньше не говорили, который унаследует у Карла короны испанских королевств, создаст королевство Испания и сыграет очень важную роль в истории Португалии, но об этом чуть позже. Тем не менее, для истории Португалии Себастьян очень-очень важен. Но не потому, что у него была какая-то интересная жизнь, на самом деле самое интересное началось после. Так-то он ничего особенно не сделал, ввязался в междоусобные войны, мавров, и бесславно погиб в битве при Аль-Кхасар-эль-Кхвибирь. И надо сказать, что в той легендарной битве, в битве трех королей, погибли все участвовавшие в ней монархи. Однако для Португалии и для Марокко последствия были совершенно разные. И, кстати, еще надо сказать, что Себастьян, судя по всему, вообще воспринимал себя как этакого паладина и воина-господа. Он даже дал обет безбрачия, как самый настоящий раб божий. И я бы не сказал, что это какое-то офигенно здравомыслящее решение для последнего или одного из последних представителей крупной династии, которая правит важной крупной европейской страной. Короче, такой конец его правления означал для Португалии, ну, величайший фейл. В отличие от Марокко, где к власти пришел клевый чувак, который начал поднимать страну с колен, завоевывать африканских соседей, там покорять империю Сангай и все такое. Слушай, ну мы же еще по Португалии, да? А, да. Короче, армия разбита, король пропал вместе с телом, на троне временно сидит старый кардинал Энрике, который был двоюродным дедом этого самого Себастьяна. В общем, аристократия значительно подвыкашена, и династия, которой уже было на тот момент 200 лет, была на грани краха. В общем, что могло пойти не так? Династический кризис! Итак, помните мамку Себастьяна? Благодаря ее происхождению, Филипп II, король Испании, который унаследовал эту самую Испанию от Карла V, а точнее создал это самое Испанское Королевство, унаследовав короны Арагона и Кастилии, смог претендовать на Португальский престол. Что он, естественно, и сделал. И победил всех остальных претендентов на этот престол в войне за португальское наследство. Кстати, не без помощи известного как Железный Герцог Альба, такого вот товарища, который, кстати, ассоциируется у меня с Нильфгардом, и не просто так. Вообще, сначала португальцы восприняли новое испанское правительство и испанское владычество как, ну, что-то нормальное, потому что им оставили много местного самоуправления и местные законы и все такое. Но к 17 веку одобрение испанской власти в Португалии пошло на нет, потому что стало понятно, что Испания не способна защитить все эти огромные территории, которые ей достались. Потому что это же Испанская империя, у которой есть свои колонии. Это Португалия и все португальские колонии, которые тоже достались испанцам. Кстати, этот Филипп II, когда короновался в Португалии, короновался как Филипп I, поэтому он был и I, и II. А еще случилось знатное количество всяческих самозванцев, которые выдавали себя за Себастьяна, чье тело, как известно, не нашли, так что его бы родная мать даже не узнала. И из-за какого-никакого но гнета со стороны испанцев, а также вследствие всего, что было сказано сегодня про Себастьяна, он начал превращаться в эту мифическую фигуру спящего короля, который должен был прийти в час беды и вытащить всех из задницы. Первый лжи Себастьян появился еще в конце 16 века. Это был некий бродячий монах, тусовщик-алкоголик, который путешествовал по стране в компании таких же самозванных епископа и придворного. И, в общем, пользовался этими слухами, везде ел, бухал на халяву. Кстати, в итоге это, конечно же, не сработало в столице, где еще помнили, как выглядел Себастьян Первый. Ему как-то почему-то не поверили. Посадили позорно на осла, а потом бросили за решетку. Забавно, что этот монах так и не признался в том, что он не Себастьян какой-то там, а просто хрен с горы. Поэтому в итоге его заковали в кандалы, его подручных казнили, а самого этого монаха, лжи Себастьяна Первого, отправили на галеры. В итоге он с этих галер как краб сбежал. Надо сказать, что ему, в общем, повезло, потому что галеры эти были приписаны в том числе к непобедимой Армаде, которая затонула у берегов Англии. Такие дела. Второй лжи Себастьян подошел к делу более основательно. Звали его Матеуш Алвареш, и он был сыном ремесленника. Ему удалось собрать вокруг себя целую банду людей, с помощью которых он хотел захватить власть, сделать переворот, и для этого пошел на Лиссабон. Но его войско немногочисленное было разбито, сам он был затащен. И стоит отметить, что на самом деле он признался в том, что он был самозванцем, но сделал это очень благородно. Да, дескать, выдавая себя за монарха, он надеялся пробудить в португальцах национальную гордость и призвать их бороться с испанским владычеством. Знаете, образ Себастьяна I — это не просто образ спящего короля, это очень важный образ спящего короля для Португалии. Он стал этакой национальной идеей, а название этой идеи было «Себастьянизм». Себастьянизм — это такая вера в то, что былое наконец-то вернется. А символом этого прекрасного былого стал такой дурацкий и нелепый Себастьян I. Но себастьянизм был идеом не только времен Иберийской лунии и испанского владычества. Когда в XIX веке Наполеон завоевал Иберийский полуостров, ну или пытался его полностью завоевать, опять поползли слухи, что Себастьян, дескать, вот-вот вернется и разрулит всю ситуацию, и что армия на подходе. И армия действительно была на подходе. Немножко обидно, но это была армия англичан. Еще одна забавная история связана с тем, что Португалия, ведь это не только Португалия, но еще и Бразилия, речь идет о войне Канодус. Когда в 1888 году в Бразилии отменили рабство, в эту самую Бразилию со всех сторон начали стекаться всякие маргиналы. Безземельные крестьяне, преступники, вчерашние рабы и так далее. И они создали поселение Канодус, в котором появился такой парень по имени Антонио Кансильеру, или Антонио Кансилейру, если не верить Википедии, а верить Павлу, который знает кое-что про правила произношения португальских фамилий. В общем, он объявил себя пророком и собрал вокруг себя тысяч, это 9 человек, последователей, готовых за него, в общем, всех мочить. Еще он объявил себя королем, призвал не подчиняться законам, выступал против уже республики, а также, в общем, призвал всех встать подальше компании, которые добывали в Бразилии каучук. И знаете что в итоге? Он обещал еще, что вернется тот самый Себастьян на нашу грешную землю. И надо сказать, что несмотря на то, что это восстание было жестоко достаточно и относительно быстро подавлено, оно все-таки иллюстрирует то, насколько важной и значимой фигурой для португальской культуры стал этот самый несчастный Себастьян. Вообще, образ спящего короля или короля под горой, это очень популярная мифологема. Она может встречаться как в фольклоре и эпосе, например, так и в политической жизни. В первом случае речь может идти о каком-нибудь легендарном короле Артуре, а во втором, скажем, о Ужедмитриях. И почва для таких историй бывает тоже двух типов. Либо этот человек должен был быть очень известным и великим, как, например, Фридрих Великий или Фридрих Барбаросса. Либо он должен был так давно и таинственно исчезнуть, что, ну, грех не воспользоваться и этим и не стать самозванцем. Ну, как это было, например, в случае Петра Третьего или Фридриха Барбаросса, опять же. А в Португалии произошло и то, и это. С одной стороны, Себастьян исчез, и тело его не нашли. А с другой стороны, он был последним правителем той Португалии, которую можно было называть Великой Империей. В структуре Португалии образ Себастьяна стал чем-то большим, чем образ Артура или воспоминания об очередном самозванце. Многие интеллектуалы португальские неоднократно к нему потом обращались, потому что этот самый Себастьян Первый стал символом былого величия. Португальцы вообще любят подысковать о чем-то таком былом. И, наверное, это нас с ними очень роднит. Как, например, роднит нас с ними идея Третьего Рима. Вообще, знаете, я думаю, что если бы в Португалии сейчас появился какой-нибудь свой Трамп, то его слоганом обязательно, естественно, было бы «Make Portugal Great Again», а символом предвыборной кампании точно был бы Себастьян Первый. Как бы там ни было, если вам понравилось это видео, то ставьте лойсы, подписывайтесь на канал Егора. Это же все-таки его канал. Да, и на Паши канал тоже подписывайтесь, если вы хотите побольше узнать о Португалии и, например, выучить этот забавный шипящий язык. Шипящий язык. Чтобы потом пить винишко из португиш. И спасибо нашим патронам и патронесам за то, что они выбрали эту тему на Патреоне, между прочим. Оставляйте свои комментарии и все такое прочее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok